Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания». Не только самые яркие новости минувших дней, но и аналитика, мнение экспертов, интервью с очевидцами опросы. Меня зовут Анна Дергаусова и вот что сегодня в центре внимания. Глобальная реставрация. В округе начался ремонт школьных стадионов. Какие учреждения попали в программу и что будет сделано, выясним, расскажем и покажем. Новое содержание. Как проходит ремонт в 38-й школе и когда завершатся работы? Мэр округа Сергей Петров взял под личный контроль сдачу объекта. С какими итогами завершили учебный год ангарские школьники? Что принесло и как отразилось дистанционное обучение на качестве знаний, а также все об итоговых испытаниях для выпускников? Как сдают и какие прогнозы на ЕГЭ-2020? Поговорим с нашим гостем в публике интервью. В Ангарске стартовала муниципальная программа по реставрации школьных стадионов. В этом году за счет окружного бюджета отремонтируют три объекта. Как проходят работы и каким школам готовятся к обновлению в следующем году? Смотрите далее. Вопрос о ремонте спортивных площадок на территории городских школ окружной администрации поднимался неоднократно. Однако возможность выделить финансовые средства появилась только сейчас. Большая часть сооружений не обновлялась десятилетиями. А ведь когда-то школьный стадион собирал спортсменов-любителей со всех окрестных домов. В наше время, когда мы росли, детские школьные площадки были центром притяжения всех детей и взрослых. Всегда играли в футбол, в лапту. Очень тяжело смотреть было на то, как они приходят в негодность. И очень отрадно видеть, как сейчас снова этим начинают вопросом заниматься. И в самом деле широкий запрос на массовый спорт существует и по сей день. В этом году администрация округа приступила к реализации муниципальной программы по обновлению школьных стадионов. На нее из местного бюджета выделили почти 8 миллионов рублей. Мы понимаем, что с годами все больше и больше и больше в упадок приходит школьный стадион. И вот сегодня они уже на том позорном уровне, куда уже ниже некуда опускаться. Поэтому, несмотря на то, что у нас экономические сложности возникают, как макроэкономика, как микроэкономика, тем не менее эту работу откладывать больше нельзя. Накануне мэр округа Сергей Петров лично проследил за тем, как проходят ремонтные работы. За это лето планируется привести в достойный вид три спортплощадки. Одна из них расположена на территории школы номер 3. На сегодняшний день подрядчики успели уложить новые беговые дорожки, засыпать дренаж и подготовить игровое поле. В ближайшее время планируется установка футбольных ворот и монтаж освещения. То, что в школах уже эта программа начала реализовываться, и в третьей школе такое поле будет сделано, уже сделано. Идет дополнительная подготовка, согласование. Поэтому мы считаем, что это, я считаю лично, что это очень здорово. И это первый шаг к тому, чтобы наша программа все-таки заработала. В школе номер 27 подрядчики заканчивают монтаж покрытия баскетбольной площадки. По словам директора Натальи Стрельниковой, все это – часть будущего спортивного комплекса, который планируют построить на территории учреждения. В ближайшем будущем здесь также появится современное футбольное поле. Мы, как автономная образовательная организация, провели конкурс. И площадка из полутора миллиона стала миллион двести семьдесят, двести шестьдесят семь тысяч. Сэкономленные деньги, больше двухсот тысяч, были отправлены нами на капитальные ремонты наших мастерских. В данный момент баскетбольная и волейбольная площадка – это только часть будущего спортивного комплекса, который будет построен на территории школы номер 27. А вот в школе номер 9 к ремонту пока не приступили. Аукцион по выбору подрядчика состоялся совсем недавно. И тем не менее в ближайшие месяцы вместо пустыря появится площадка с тренажерами для занятий силовыми упражнениями. В этом году окружные власти намерены просить поддержки и у областного правительства. Если к инициативе подключиться регион, то обновить спортивные площадки в городских школах можно будет намного быстрее. Александр Бычков, Михаил Кырышкин. Специально для программы «В центре внимания». В 38-й школе Ангарска продолжается капитальный ремонт. Накануне мэр округа Сергей Петров посетил учреждение и лично проверил, как ведутся работы. Задача стоит масштабная – завершить все к началу учебного года. Все подробности в следующем материале. Капитальный ремонт в 38-й школе Ангарска идет полным ходом. Задача строителей – закончить объект 1 сентября. И это несмотря на то, что в контракте указана совсем другая дата – ноябрь 2020-го. Компания подрядчика еще год назад гарантировала сдать объект раньше срока. Сегодня мы убедились, что задача решена, по сути. Теперь надо просто не ослаблять эти темпы в течение полутора месяцев, дожать эту работу. Но когда за плечами уже такой пройден путь, этот остаток, есть понимание, что люди все ответственные, кто отвечает за этот объект, они эту задачу решат. Отставание от графика все же есть. Это связано с покупкой оборудования. С небольшой задержкой поступит спортивный инвентарь и оборудование для аварийного освещения. Эти позиции ожидают только к середине августа. У нас был ряд вопросов по поводу сметной стоимости видов работ, которые находятся на экспертизе. Вы руки пожали, вы нас поддержали. Мы все, что касалось оплаты, сделали. Сейчас ждем ряд позиций, которые касаются сдачи школы в эксплуатацию. То есть внутри здания мы максимально закончим все работы. Там просто есть ряд поставки материалов, которые уходят на 10-15 августа. Это то, что находится на экспертизе. То есть мы их оплатили и ждем поставки этого оборудования. Что касается основного здания, то здесь степень готовности варьируется от 60 до 70%. В одном из учебных корпусов, а их два, не хватает только сантехники. Местами расставлена даже мебель. Полностью готовый спортивный зал и вспомогательные помещения. Благоустройство прилегающей территории закончат уже к концу июля. У нас должна осуществиться приемка образовательного учреждения. По общей схеме это все должно произойти до 20 августа. Поэтому мы просим подрядчика, чтобы он свои ремонтные работы все-таки ускорил, чтобы мы на эти числа вышли. С итоговой проверкой представители мэрии и управления образования намерены посетить школу еще раз через месяц. За это время строители должны будут закончить все основные работы, чтобы осталось время на подготовку к окончательной сдаче объекта. В России начался основной этап сдачи ЕГЭ. Выпускники уже сдали экзамены по литературе, информатике, географии, русскому языку, профильную математику, историю и физику. Сегодня, то есть 16 июля, абитуриенты сдают общество знания и химию. 20 июля – биологию и письменную часть по иностранным языкам. 22 и 23 июля останется устная часть по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков. И 25 июля по всем учебным предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. При этом в 2020 году во время сдачи экзаменов большое внимание уделяется санитарно-эпидемиологической безопасности. Вообще, конечно, пандемия коронавирусной инфекции затронула системы образования во всем мире, что привело к массовому закрытию школ и вузов. 20 марта 2020 года правительство в 135 странах объявили или осуществили закрытие школ. Это затронуло более миллиарда учащихся во всем мире. С 23 марта все школы России перешли на дистанционное обучение. А 7 мая был опубликован опрос Фонда общественного мнения, согласно которому 86% российских родителей негативно оценили опыт школьного онлайн-образования. С какими итогами завершили учебный год ангарские школьники? Что принесло и как отразилось дистанционное обучение на качестве знаний? А также все об итоговых испытаниях для выпускников. Как сдают и какие прогнозы на ЕГЭ-2020? Спросим у начальника окружного управления образования Ларисы Лысак. Эфир продолжает рубрика «Интервью». Здравствуйте, Лариса Ивановна. Добрый день, Анна. С 3 июля стартовали в России ЕГЭ-экзамены, единый государственный экзамен. Ребята сдают итоговые испытания. Конечно, в этом году дата сдачи сдвинулась. И сдвинулась прилично. Понятно, что это связано с пандемией. Но тем не менее, как проходит сдача единого госэкзамена в Ангарском округе? Действительно, период сдачи ЕГЭ в этом году определён с 3 июля и продлится до 25 июля. Те ребята, которые по уважительной причине не смогут явиться на экзамен и будут иметь наличие справки, например, о заболевании, придут сдавать ЕГЭ в другой период с 3 по 15 августа. Мы находимся сейчас как раз в середине по срокам сдачи единого государственного экзамена. И большая часть предметов, включая сегодняшний день, уже сдана. Завтра мы уже будем иметь официальные результаты тех экзаменов, которые сдавались 3 июля. И русский язык, который сдавался 6 и 7 июля, официальные результаты придут к нам уже 20 числа. Действительно, сама процедура ЕГЭ не изменилась, но были приняты определённые меры по профилактике ковида в период пандемии. Поэтому все наши школьные дворы в тот день, когда начинается ЕГЭ, благодаря спонсорской помощи АНХК, обрабатывают пришкольные территории при помощи раствора поливомоечных машин. Кроме того, соблюдается обязательно дистанция между тем, как ребята идут к месту сдачи единого государственного экзамена. Все наши руководители пунктов проведения единого государственного экзамена, организаторы в аудитории, вне аудитории, обязательно имеют средства индивидуальной защиты. Это маски и перчатки. Кроме того, мы тоже рекомендовали нашим выпускникам иметь с собой и маски, и перчатки, и пользоваться ими при необходимости. Конечно же, при входе в пункты проведения сдачи ЕГЭ мы используем бесконтактную термитрию. И те ребята, у которых температура условно выше положенной, ну, есть специальные места, где медики более тщательно смотрят детей и решают, можно его допустить в общую аудиторию или нельзя. К счастью, у нас не было такой ситуации, когда дети не допускались к проведению единого государственного экзамена. Лариса Ивановна, ну, насколько я знаю, вообще, в принципе, вставал вопрос, я слышала, что ЕГЭ вообще отменят в этом году. Фактически, его не все, да, сдают, насколько я знаю? Те, кто хотят только поступать? Да, действительно, в связи с пандемией, выдача аттестатов в этом году претерпела изменения. И ребята девятых классов получили аттестаты, и именно они были освобождены от сдачи итоговой аттестации. Наши одиннадцатиклассники также получили аттестаты, и сдача ЕГЭ уже направлена и организована для тех ребят, которые пойдут в ВУЗы. Потому что результаты единого государственного экзамена нужны для поступления в высшее учебное заведение. Те дети, которые после одиннадцатого класса решили не пойти в высшее учебное заведение, а, например, пойти в средние специальные образовательные учреждения, они могут не сдавать единый государственный экзамен. И по статистике мы видим, что из 100% наших выпускников, 96% выпускников Ангарского городского округа пришли на сдачу единого государственного экзамена, именно им нужны результаты для поступления в ВУЗы, а 4% у нас не пошли на экзамен, потому что решили не связывать пока свою дальнейшую судьбу с высшим образованием. Ну вот таким, скажем, испытанием этой весной стал переход на дистанционное обучение школьников. И испытанием стало не только для самих школьников, скорее для их родителей. Вот отразилось ли дистанционное обучение на качестве знаний? И вот особенно для вот этих самых выпускников, которые сдают ЕГЭ? Анна, и для нас, для педагогов, обучение в дистанции тоже стало неким испытанием. Здесь вы правы. И мы вместе с детьми и с родителями также чувствовали определенный дискомфорт, потому что переход на дистанционное обучение произошел очень быстро. 3 апреля мы увидели распоряжение Министерства образования Иркутской области о том, что 6 апреля необходимо организовать обучение всех наших ребятишек с 1 по 11 класс в дистанции. Для нас это тоже была новая процедура. И поэтому каждый день на протяжении всего месяца апреля мы с руководителями образовательных учреждений, с административными командами по этап нашли и разрабатывали определенные алгоритмы взаимодействия как с детьми, так и с родителями. Конечно же, сначала рассматривали работу сайтов. То есть те родители, которые общались со школой, видели, что на сайтах появилось расписание. Затем было время проведения занятий в дистанции. И занятия в дистанции делились на те занятия, которые проводились непосредственно в живом общении через различные программы, например, через программу Zoom. И те задания, которые ребенок получал по социальной сети. Вопрос перехода на дистант, конечно, сложный. Но вместе с тем он дал нам возможность воочию на практике понять, вот сегодня дистант приемлем для системы образования или нет. И в течение двух месяцев этой деятельности мы увидели, что среди наших детей есть те, которым работа в дистанции очень комфортна. И они находят себя здесь. И они показывают свои навыки поиска новых знаний самостоятельно. Есть дети, которым очень дискомфортно, когда мы работаем в дистанции. На наш взгляд, вот эта ситуация была сложная, но в то же самое время она, с одной стороны, соединила задачу семьи, школы и детей в рамках обучения. И все поняли, насколько сложно не только педагогу, но и родителю вникать в процесс образования детей. И насколько сегодня большая часть наших детей не имеют навыков учить учиться. Хотя эти навыки, которые из школы стараются привить ребенку, начиная с первого класса. Лариса Ивановна, вот как учитель в прошлом, я вам позволю задать себе вопрос по поводу того, что как-то получилось, может быть, не совсем где-то справедливо, что ли. Получается, обучением должны были заниматься родители. То есть, может быть, мы не готовы были, я имею в виду, вообще, да, вот в стране к тому, чтобы перейти на этот дистант, да, как вы говорите? Да, Аня, вы правы. Сегодня страна была не готова перейти в режим дистанта на всей территории Российской Федерации. Потому что для того, чтобы работать в дистанте с преподаванием педагога, для того, чтобы ребенок видел объяснение педагога, нужны определенные информационные системы, которые бы выдержали всю ту нагрузку, которая легла в тот момент. Начиная с сентября месяца у нас в России будет 14 пилотных территорий, которые будут отрабатывать определенные платформы взаимодействия дистанционного обучения. И как только такие платформы будут созданы, я думаю, они будут распространяться по всей стране. Но это не значит, что школа перейдет на работу в дистанте как основная деятельность. С 1 сентября мы все собираемся работать с детьми в том режиме, в котором работали до пандемии. Придется учитывать те санитарные правила, которые предписывает Роспотребнадзор. А правила довольно жесткие, их нужно будет выполнять. Но тем не менее мы ждем детей в наши образовательные учреждения и думаю, что у нас все получится. Вы сказали уже о том, что 1 сентября, да, и к 1 сентября вот все-таки есть разные мнения, что дистанционно пройдут линейки и так далее. То есть вот давайте еще раз скажем. Все-таки мы планируем, что школы откроют свои двери 1 сентября традиционно. Да, действительно, мы планируем, что 1 сентября наши школы откроют традиционно свои двери. Другой вопрос, что по тем санпинам, которые сегодня выпущены в рамках пандемии, мы не можем проводить массовые мероприятия практически до 1 января 2021 года. Но тем не менее линейки для первоклассников будут проведены в обязательном порядке с соблюдением всех норм, которые необходимо в этот период соблюдать. Мы проведем такие линейки для 11-ти классников. Другие наши ребятишки также придут и будут находиться в образовательном процессе. И вся первая неделя сентября, а она у нас обычно называется введением в школьную жизнь, будет, конечно, направлена на адаптацию после периода дистанционного обучения, периода нахождения дома в период летних каникул наших ребят, к школьной жизни, к тому, что они снова будут вместе в одном классе постигать азы науки. Лариса Ивановна, спасибо вам огромное за эту беседу. Сегодня мы говорили об образовании. От ремонта школ и реставрации школьных стадионов до качества получаемых знаний. Это была программа «В центре внимания». Смотрите нас и на сайте actistv.ru. Всем доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова